Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. В городских парках и скверах проходят конкурсы, концерты и развлекательные программы. А вот в Казахстане есть малыши, которым все это, увы, недоступно. Они родились и живут за колючей проволокой. Но, тем не менее, без поздравлений и подарков они не останутся. По ту сторону от свободы побывал наш корреспондент Майта Низбаева. Мягкие игрушки, одежда и молочные смеси сегодня для самых маленьких обитателей женской колонии. Эти детик родились за колючей проволокой. Самому младшему полтора месяца. Сюда приезжаем, мы хотим дать возможность и этим женщинам, и этим детям, чтобы они видели, что есть другая жизнь, что они в этой жизни тоже не последние люди, что у них есть возможность вернуться туда. В этой колонии больше 20 малышей. Днем матери присматривают за ними в яслях, а вечером возвращаются в камеру. Дочь Инны Улмасовой родилась в тюрьме. Здесь же прошли первые три года жизни. По правилам в этом возрасте детей забирают родственники. Но их у Инны нет, поэтому девочку уже летом отправят в интернат. Да, нам тяжело. Ну как сказать тяжело, что то, что кормят, детей одевают, обувают здесь. Что мы с другой республики вообще. Ну просто нехорошо же, когда с ребенком в детском доме. И что я живая, там отец живой. В день открытых дверей в честь праздника Дня защиты детей в женской колонии многолюдно. Проведать осужденных пришли родственники. Для них арестанты приготовили концерт. 900 заключенных сидят за экономические преступления, разбой и убийство. Как правило, сюда осужденные поступают уже беременных. На территории учреждения не было факта, чтобы забеременела здесь. То есть уже беременные здесь рожают. И какие-то баблажки у них нет такого. По закону не предусмотрено, именно при наличии ребенка. В эту колонию попадают и несовершеннолетние. 17-летняя Марина осуждена за убийство. Здесь же закончила 10-й класс. Учится хорошо, любит петь и танцевать. Свою вину девушка признала и раскаялась. Теперь мечтает выйти на свободу. У меня нет мамы. У меня мама умерла в 2010 году. Но у меня есть дядя с тетей, который ко мне приезжает. Пока мы себя... Я сама родом в Старазе, в Шамбулуской области. Пока мы себя там бывали, они приезжали. Сюда еще не приезжали, потому что всего лишь три месяца. Но передачи, все как положено. Они мне заменили маму и папу уже, получается, 4 года. Сегодня женщины особо хотят вернуться домой. Многих дома ждут дети. И меньше всего хотелось бы, чтобы жизнь маленького существа начиналась за решеткой. Майя Денисбаева, Асхат Астанкулов. Новости Содружества. Казахстан.